МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Большой ремонт. Сколько подъездов будет отремонтировано в Ленинском округе в этом году? Лестница полностью будет отремонтирована. На этажах будет производиться замена окон. 10 марта в России архивариусы отмечают свой профессиональный праздник. Это вот у нас январь, где был опубликован указ об изменениях в административно-территориальном отделении Московской области. В марте исполнилось 50 лет со дня образования первых отрядов юных инспекторов дорожного движения. Более 30? Не более 30. Не более 30. Более 40 подъездов в прошлом году было отремонтировано МУП УК ЖКХ. Часть из них по губернаторской программе «Мой подъезд». В этом году планы не менее амбициозные. О них рассказал директор муниципальной управляющей компании Михаил Соломатин. Какие виды работ вы по текущему ремонту планируете произвести? Здесь у нас объем работы очень большой. Практически все виды работ, которые к текущему ремонту относятся, будут здесь выполнены. То есть полностью пол меняется, стены, окраска. В местах общего пользования дома по адресу «Строительное-25» в Видном кипит работа. Проинспектировать ход ремонта пришла комиссия, в которую вошли представители Ассоциации председателей многоквартирных домов, администрации округа и жилищной инспекции. Прокомментировал происходящее директор МУП УК ЖКХ Михаил Соломатин. Лестница полностью будет отремонтирована. На этажах будет производиться замена окон. Значит, будут производиться замена почтовых ящиков, дверей. В общем, и чем больше мы здесь на объекте работаем, тем больше увеличивается объем работы. Дом сдан в эксплуатацию в 1988 году. За 35 лет здесь проводились лишь косметические ремонты. Но время неумолимо, необходимость в обновлении назрела давно. И благодаря совместным усилиям местного депутата Павла Русакова, жителей и УК ЖКХ дом удалось включить в губернаторскую программу. Жители общее собрание собственников провели, да? Провели, да. Мы постоянно на контакте с ними, с представителями ассоциации. Вот, поэтому тут даже если сказать еженедельно, это и то собрать, потому что там звонки, ну, каждый день. Даже сейчас сложно сказать, сколько точно продлится ремонт. Во время работы обнаруживаются все новые и новые проблемы. Да и объем немаленький. Площадь помещения общего пользования в этом доме – более тысячи квадратных метров. Ну, конечно, совсем другое дело, когда заходишь в обычную пятиэтажку или девятиэтажку, да, и такой красивый подъезд, очень красивый. Красивее, чем в Москве. Говорят, вот надо переходить в коммерческий управляющий компании. Лучшая муниципальная управляющая компания – нет ничего. Более сорока подъездов в прошлом году было отремонтировано УК ЖКХ. Часть из них по губернаторской программе «Мой подъезд». Частый гость на подобных объектах – представитель государственной жилищной инспекции. Впрочем, с его стороны, как правило, нареканий нет. Подъезды ремонтируются по губернаторской все-таки программе, используются бюджетные деньги. Ну, с другой стороны, как показывает практика, подрядная организация МУПа УК ЖКХ, которая осуществляет здесь работы, выполняет работу качественно. По словам Михаила Соломатина, в этом году по губернаторской программе планируется отремонтировать 35 подъездов. Реконструкция еще нескольких объектов будет профинансирована из фонда капитального ремонта. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 10 марта в России отмечается День архивов. Метрические книги – важнейшие административные документы и полная подшивка местной периодики. Съемочная группа телеканала «Видное ТВ» накануне праздника решила узнать, что же хранится на полках Видновского городского архива. Без его посещения не обходится работа историка и краеведа. Да и обычным людям частенько требуется тот или иной архивный документ, хотя бы для подтверждения стажа работы или изучения своей родословной. Здесь, в Видновском городском архиве, бережно хранится свыше 66,5 тысяч документов. Метрические книги, административные акты, распоряжение, подшивка периодики. Должен соблюдаться световой режим, документы должны стоять в коробочках, чтобы как можно меньше света поступало. Должен соблюдаться температурный и влажностный режим. Температура оптимальная 18-19 градусов, до 20, а влажность от 45 до 55. Архив был сформирован в 1965 году, с момента, когда «Видное» официально стало городом. Тем не менее, здесь можно найти документы, созданные задолго до самой организации. Самые древние – метрические книги 1848 года. По 1929 году документы хранятся у нас. Более поздние хранятся в ЗАГСе, в архиве у них свой архив. Потом по сечении 100 лет они будут передаваться нам. Интересная история связана с нашим земляком, полярным летчиком Василием Молоковым. Несколько лет назад с просьбой найти документы о его рождении в Видновский архив обратились краеведы. Переискали все, не нашли сперва. Потом оказалась здесь такая детективная совершенно история. То есть, его записали не как Молокова, а как Маликова. Для историков, занимающихся изучением Великой Отечественной войны, здесь есть также множество интересных документов. К примеру, приказы, по которым в начале 40-х на должность мобилизованных мужчин зачисляли их жен. Хранятся в архиве и выпуски газеты «Видновские вести», которая в разное время называлась и «Ленинец», и даже «За коммунизм». Это вот у нас январь, где был опубликован указ об изменениях в административном территориальном отделении Московской области. Это когда «Видное» стало городом и стало центром Ленинского района. Сейчас в «Видновском городском архиве» трудятся 8 человек. Часть из них занята оцифровкой документов. Дело важное, ведь время не щадит бумагу, какую бы ценность она ни представляла. Свой профессиональный праздник, российский день архивов, они встретят на своем боевом посту среди бесконечных стеллажей, хранящих драгоценную историю родного края. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Максим Константинов, «Видное ТВ». Во время пандемии группа неравнодушных волонтеров приняла участие в проекте по росписи стен в детском корпусе Медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. На днях награды нашли своих героев. Торжественное вручение благодарности состоялось в «Видном», где побывала и наша съемочная группа. Есть люди, которые просто не могут сидеть сложа руки. Их предназначение – воплощать добрые дела в жизнь. А деятельность не связана с получением материальной прибыли. Именуются они волонтерами. В Ленинском городском округе волонтерское движение – одно из самых активных в области. Возможности помогать хватает даже за пределами муниципалитета. Это жители с огромным энтузиазмом, с огромной энергией, которые создают проекты, которые их реализуют. И наша задача, как представительного органа власти Совета депутатов Ленинского городского округа – именно создать комфортные условия для взаимодействия, для работы этих активных жителей, которые зовутся волонтерами, которые, не являясь волонтерами, просто оказывают содействие. Во время пандемии ковида такими волонтерами стали ученики художественного онлайн-сообщества под руководством Анны Мезиной, которая просто учила всех желающих рисовать, а после обратилась к своим подопечным с предложением присоединиться к проекту по росписи стен в детском корпусе Медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Те с радостью откликнулись. В сердце откликнулось, что нужно помочь, и есть время, возможность, силы и желания. За все время проекта к работе подключилось более 30 учеников художницы Анны Мезиной. Они расписали холлы на трех этажах онкоцентра. Теперь эти яркие рисунки радуют маленьких пациентов и создают им настроение. Я вообще очень благодарна Анне, что она меня позвала. Ну, мимо пройти не надо, ну, как-то все, правда, это, ну, прям вот, ну, до слез, где-то до слез. Сейчас пойду поплачу, просто я когда это вспоминаю, трогает, трогает сильно. На днях этих добрых душой людей награждали. Анна Мезина вручила волонтерам благодарности от руководства онкоцентра. Я безумно благодарна абсолютно всем людям, которые присоединились к этой акции. Этот объем было возможно сделать только благодаря тому, что собрались еще люди. Художественное сообщество волонтеров намерено продолжать свою деятельность и в скором времени дать жизнь новому проекту. Юлия Погасян, Крилл Иванов, Илька Садовская, ВиднетВ. В марте исполнилось 50 лет со дня образования первых отрядов юных инспекторов дорожного движения. В Ленинском городском округе образовано 22 таких отряда, в которых состоят почти 800 учащихся. Ребята совместно с педагогами проводят большую работу по профилактике дорожного травматизма и безопасного поведения на проезжей части. В историко-культурном центре прошла интеллектуальная игра «Думай, знай, познавай», посвященная юбилейной дате. В ней приняли участие юные помощники сотрудников госавтоинспекции из девяти школ муниципалитета. На какой предельный срок времени можно наложить жгут, закрутку при артериальном кровеносном течении? Не более 30. Не более 30. Не более 30. Стоит, стоит, стоит. Не кричит. Юные инспекторы ответили на вопросы по правилам дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи, а также по истории движения ЮИД. Победителями стали ребята из 10-й школы и Видновской гимназии. На мероприятии вручили благодарности педагогам за активное участие в профилактических акциях по безопасности дорожного движения. В центральной библиотеке прошел концерт «Для нее». Название ясно дает понять, что главными зрителями стали представительницы прекрасного пола, но у артистов было не счесть. Так в гости приехал хореографический ансамбль «Мультяшки» из Подольска. Юные танцоры привезли несколько интересных номеров. На концерте выступил исполнитель шансона Евгений Озерный. Виновницы торжества с удовольствием ему подтанцовывали. Ну и конечно в программе выступлений были музыкальные номера в исполнении участников клуба «Дорога в жизнь» и кружка «Колорит» Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина. Каждый артист старался подарить зрителям хорошее настроение. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.